Добрый день, дорогие читатели! Приближается пора новогодних праздников, а это время для чтения замечательных святочных историй. И сегодня мы с вами обратимся к интересному рассказу Александра Фёдорова Давыдова «Хаврушина ёлка». Писатель жил на рубеже 19-20 веков. За свои 63 года создал 125 книг для детей, написал множество отчиков и статей. Также Фёдор Давыдов был одним из основателей популярным детского журнала «Мурзилка», который был назван по кличке щенка, героя рассказов писателя. Святочный рассказ «Хаврушина ёлка» Фёдоров Давыдов создал во времена Первой мировой войны, но речь не уйдет о светлом событии, о встрече двух сестер перед Рождеством. Что же произошло дальше, сейчас узнаю. Итак, Александр Фёдоров Давыдов «Хаврушина ёлка». На самом краю деревни Диурина стояла избёнка солдатской вдовы Арины Паниной. Незадолго до Рождества, это к ней за пять, приехала к Арине из Питера старшая сестра Варвара, с которой она лет 10 не видалась. Обрадовалась сестре Арина, расцеловались сёстры и пошли у них разговоры без конца. Служила Варвара 10 лет в няньках у богатых господ, а как борчата их подросли, она и отошла от места. Жила Варвара у господ, как сыр в масле каталась. Еда хорошая, на праздники подарки дарят, либо шубёнку, либо платье, либо деньгами. Всего было. Вон два сундука всяким добром набиты, до 300 рублей у неё на хранении лежат. Вот поживёт тётка Варвара у сестрицы, в монастырь деньги внесёт и дадут ей келейку, чтобы дожить ей тихо, мирно и беспечально. И видит Арина, сидит перед ней Варвара, барыня барыней. Платье шерстяное, шубка на лисе меху, платок ковровый на плечи накинут, лицо у неё белое, полное, руки холёные. А посмотрела Арина вокруг себя, и сердце у неё болею заныло. Всюду-то беднота, нужда горькая, да голод. А вечером, после ужина, и стала тётка Варвара про житьё-бытьё городское сказывать. Чисто мёд с молоком слова у неё текли. Хавроша, дочь Арины, и про сон забыла, навострила уши, слово боится пропустить. Арина слушала молча, и всё её досада да зависть разбирали. Уж больно-то им с Хаврошей тяжело жилось, и одеться не во что, и иной раз хлеба перекусить не приходится. Вот, — рассказывала тётка Варвара, — сейчас Рождество наступает, и пойдёт по всему городу веселье. Пляс, сердце радуется, а для ребят ёлки там устраивают. И пошла Варвара рассказывать, как купят господа ёлку, обедят её конфетами, пряниками, игрушками разными, яблоками да орехами, и детям её подарят. А дети свечи на ней зажгут, и давай вокруг ёлки плеслась да слазьте рвать. Словно зачарованная слушала Хавроша тётку Варвару, а Арина и говорит, — То-то деньги у господ без глаз. Куда они шевеляют? Тётка Варвара даже обиделась за господ. — Что ж, сестрица, не всем же по-свински жить, вроде вас. То же и себя, и детей потешить охота. А что, деньги зря бросают? Это точно! Вон на меднюю ёлку пошли покупать. Приступу к ёлкам нет — либо три рубля, либо пять, а то и десять рублей отдают. Вот что! Десять целковых? Арину даже в жар бросила. На десять доцелковых мы бы полгода без печали жить могли. Хавроша так и заснула в радужных мечтах. А наутро Арина и сказала Хавроша, — Сходи, точенька, на село, к учительше Клавдии Васильевне. Поклонись от меня, скажи, разнедужилась дея вовсе. Не даст ли мучки с четвертку? Да масла, да полтинник праздник встретить. Скажи, у сестры просила и слышать не хочет. Какие, говорит, у меня деньги? Да ты, Хавроша, учительше и переночуй, а ночью не ходи. Живо собралась Хавроша, материнскую косовейку надела, платком обмоталась в валенке обула. Потом под лавку сунулась и отцовский топор разыскала. Заткнула его за платоком иззади и пошла в путь дорогу. Хавроша-то себе на уме. Недаром она с вечера теткины роскость не слушала. Лютый мороз трещит на дворе. Солнышко, все укутанное мглой, стоит на небе красное, словно сердится на кого. Идет Хавроша скорым-скорым. Хруп-хруп, подхрупывает мерзлый снег под валенками, а думы Хаврошины так сами на крыльях ее и несут. Вышла за околицу, спустилась к реке. Тихо-тихо, кругом мертво. Беги, Хавроша, беги, касатка, не то смерзнешь, такая-сякая, студена. Руки-то коченеют, под коцарейку мороз набирается и нос вишенкой горит. Вошла Хавроша в лес, устала, запыхалась. Да, слава богу, вон в стороне стоит елочка, какую ей надо. Кудревастенькая, высоконькая, аккуратная такая. Достала Хавроша топор и полезла по сугобам к елочке. Ноги вязнут в снегу, не то, что по пояс, а по горло Хавроши в сугроб пошла. Да ничего, выкарабкалась. Ох, только уж вот этот мороз, скрючил он пальцы у Хавроши, не разогнешь. Топор не удержишь в руках, а не то, что рубить. Стала Хавроши на пальцы дуть, да мороз дух захватывает, все в ней стынет. Даже заплакала Хавроша. Чу, скрипят полозья, лошадь фыркая. Никак едет кто? Ободрилась Хавроша, оглянулась и видит, что точно кто-то едет, да никак свой. Дядя Андрей, Андрей! На дороге за елями остановилась с розвольня. Вся лохматая, словно обсахарная, лошаденка дымилась от пара. Бородатый рыжий мужик сошел с ней и оглянулся. Хаврошка? Да как ты сюда попала? Да я за елкой. А ты в город? В город и есть. Сруби, дядя Андрей, елку-то. В город свезем. Ишь, тетка сказывала, господам они нужны. Деньги платят. Мужик почесал златылок и сказал. А что, братец ты мой, и то. И тебе срублю, и себе пяток возьму. Продадим и то. Ступай, ложись с санитом, прикройся веритьем, а я дай срок нарублю. Нарубили елок, навязали и поехали. А что, братец ты мой? Сказал Андрей. Ка бы ни случай, смерзло бы в лесуне не за грош. Либо заяц бы тебя залегал. Ишь, востроносая, что он думал? Шумно, людно на базаре. Скоро святки. Живо раскупили у дяди Андрея целый воз елок. Осталось только Хаврошина елка. Жаль Хавроши елку продавать. А дядя Андрей ворчит. Что ж мне с тобой до ночи на морозе-то мерзнуть? Продавать, что ли? Пора. В это время мимо проходила какая-то барыня с девочкой. Что стоит елка? Спросила барыня. Три рубля, пролепетала Хаврошина. Да ты с ума сошла, скрикнула барыня. Вся-то и цена двадцать пять копеек. Дядя Андрею даже обидно стало. Эх, барыня, сказал он горько. Оно точно, елка ничего не стоит. Да девчонка-то вся смерзла, на морозе-то стоя. А дома-то у нее мать больна и праздник ночи. Барыня быстро достала три рубля и сунула их Хавроши. Вечер. Тут скрутит лампочка в Арининой избенке. Тетка Варвара сидит за столом и ужинает. Арина, еще слабая от болезни, встала и прибирает посуду. Сердце-то не на месте, говорит она. И где эта Хавроша запропала? В это время под окнами снотворья забежали полозья. Послышались глухие голоса. Собака залаяла. Кто-то стукнул в окно, и Варвара, кряхтя и ворча, пошла отпирать ворота. Дверь с визгом распахнулась. Куб пара вырвался из збы. Хавроша! Вот тебе пропащая твоя! – проворчала тетка Варвара, вешая шубу на гвоздь. Ишь, в городе побывала! Ну и шустрая же! Ты послушай чудес-то, каких она натворила! На другой день был сочельник. В деревне все знали, что наделала Хаврошка, и об этом только и говору было. А в сумерке тетка Варвара, весь день сидевшая у окна тучей тучей, окликнула сестру и сказала ей. Слышь ты, сестра, одолела, значит, меня Хаврошка твоя? Вот что! Да, хотела я в монастырь пристроиться. Ну так что вижу, Господь мне указал, чтобы вас, значит, не покидать. Да, ну и останусь я жить у вас. И там, что насчет денег, все это можно. А только ты-то уж меня при старости корми, пои. Одолела меня девчонка твоя. И шустрая же. Сейчас помереть. Арина чуть не до земли поклонилась сестре и только всего и сказала. Благослови тебя Бог, сестрица. Вместе и жить станем, вместе и Господу Богу пойдем. Вот такой замечательный рассказ мы с вами прочитали. В центральной городской библиотеке имени Ломоносова множество книг, замечательных святочных историй. Приходите, пожалуйста, читайте и не переставайте верить в чудо. Спасибо большое за внимание и до новых встреч.